Ураган Офелия, сформировавшийся 9 октября 2017 года, в Атлантическом океане достиг 16 октября 2017 года берегов Ирландии. Скорость ветра составила 38 метров в секунду с порывами до 47 метров в секунду. В срочном порядке были закрыты все учебные заведения в стране. В графствах Голуэй, Кэрри, Корк и Мэйо объявлен красный уровень опасности. На остальной территории страны объявлен оранжевый уровень. На юге Ирландии свыше 360 тысяч человек остались без электричества. Это 15-й тропический циклон, сформировавшийся в Атлантическом океане в этом году. По сообщениям Национальной метеослужбы Ирландии, это самый сильный ураган за последние 50 лет. Кроме того, жители страны имели возможность наблюдать необычное явление. В небе появилась красная луна и рыже-красное солнце. Первыми необычный атмосферный эффект заметили жители Англии и Уэльса в ночь на 16 октября. Днем похожую аномалию можно было наблюдать в Лондоне, где небо затянуло густой красноватой дымкой, из-за чего в середине дня в городе потемнело, как при глубоких сумерках. Как объясняет Саймон Кинг из метеослужбы Би-Би-Си, причина аномального явления – пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса. С учетом надвигающихся глобальных катаклизмов, необходимо самим людям начинать менять свое отношение к себе и к обществу здесь и сейчас. Ведь неизвестно, кем ты будешь завтра – беженцем или принимающей стороной, и каковы будут твои шансы на выживание в той или иной ситуации. В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять земли ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован, и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. В этой связи крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных, искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!